здравствуйте дорогие наши читатели с вами маргарита александровна центральная муниципальная библиотека города краснознаменск московской области и сегодня мы с вами говорим о наших гениях пушкине и байроне два гения два современника они никогда не встречались и более того пушкин не опубликовал ни одной из строчки переводов из байрона и в их творчестве отразилась одна и та же эпоха но каждый показал ее по-своему и так пушкин и байрон два гения два современника творчество байрона заставило его современников взглянуть на многое в жизни глубже и ответственней поэт смело связал поэзию проблемы художественного творчества с философскими научными и научными идеями века и взгляд его был устремлен далеко вперед ибо он свято верил в могучую силу человеческого разума по сей день поэзия байрона волнует умы людей развивает их чувства и по и это будто предвиде это писал жил я не напрасно хоть может быть под бурю невзгод борьбою сломлен рано я угасну но нечто есть во мне что не умрет чего не смерть не времени полет не клевета врагов не уничтожит что в эхе многократно оживет а что сказал о себе пушкин наш великий поэт в своем памятнике в своем стихотворении сказал я памятник себе воздвиг мир укотворный к нему не зарастет народная тропа вознесся он главой непокорной александрийского столпа нет весь я не умру душа в заведной лире мой прах переживет и тленье убежит и славен буду я доколь в подлунном мире жив будет хоть один пейд пророчество поэтому сбылось два гения русские и британские стали гениями общечеловеческими потому что своем творчестве с необыкновенной силой воспели чувства и мысли и чаяния присущие всем народом творчество байрона имела огромное значение для своей эпохи передовых людей того времени в россии же увлечение поэзии байрона началось 1819 году когда его произведения получили распространение среди широких слоев русского общества им зачитывались лучшие умы россии для них его поэзия звучала как пистолетный выстрел в ночи федор михайлович достоевский писал в его байрона звуках звучала тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его в своем назначении и обманувших его идеалах это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали проклятия и отчаяния вот так считали современники приход байрона на арену на поэтическую арену мировую в глазах молодых литераторов байрон был кумиром и настроение эпохи передалось и юному пушкину он начинает читать произведения байрона пик увлечения творчеством английского поэта падает на период южной ссылки пушкина 1820 24 года написаны в это время его знаменитые романтические поэмы такие как кавказский пленник бахчисарайский фонтан цыганы созданы под влиянием восточных поэм байрона что же так привлекало пушкина его современником современников в творчестве байрона ну во первых умение байрона давать блестящее описание природы второй чертой привлекший современников было умение байрона правдило изображать весьма сложные душевные переживания и наконец третья особенность творчества байрона поразительное умение рисовать пленительные женские образы и все три указанные черты были чрезвычайно близки александру сергеевичу пушкину восторженные отзывы о произведениях байрона мы находим его письма то что я читала с шуйонского узника прелесть пишет он своему брату в 22 году лучшим творением байрона по мнению пушкина был дон жуан здесь романтическая лирика сменялась реалистической сатирой в ярких образах проявлялась богатство чувств и мыслей поэта что за чудо дон жуан я знаю только пять первых песен прочитав две первые я сказал тот час раевскому что это шедевр байрона и очень обрадовался увидишь что и вальтер скотт моего мнения пишет он вяземскому в 1825 году судьба английского поэта глубоко заинтересовала и взволновала пушкина на листе с рукописью стихотворения вновь я посетил его быстрое перо рисует знакомые черты в 1824 году мир узнал окончание байрона ему было 36 в россии журнал вестник европы писал бренные останки знаменитого лорда байрона скончавшегося после непродолжительной болезни от простуды будут привезены в англию но сердце его останется греции друзья пушкина были потрясены этой смертью жизненный путь байрона был связан с участием в движениях карбонариев и греческих повстанцев за независимость италии и греции от чужеземного ига и вяземский писал какая поэтическая смерть смерть байрона на памятнике в греции где похоронено его сердце написано кто драться не может за волю свою чужую отстаивать может за греков и римлян в далеком краю он буйную голову сложит а на плите перед церковью где похоронен где похоронено непосредственно тело байрона написано такие слова но нечто есть во мне что не умрет чего не смерть не времени полет не клевета врагов не уничтожит что в эхе многократно оживет и как поэт и как борец за свободу байрон для своего времени был по выражению александра сергеевича властителем душ он называл байрона гением и новизну его поэзии воспел в ряде своих произведений на смерть поэта александр сергеевич откликнулся стихотворением к морю его личность и характер великий русский поэт сравнивал со стихией моря как борешь шум другой от нас умчался гений другой властитель наших дум исчез оплаканной свободой оставим миру свой венец шуми взволнуйся непогодой он был о море твой певец твой образ был на нем означен он духом создан был твоим как ты могущ глубок и мрачен как ты ничем не укроти 1825 году в письме плетнева пушкин писал скажи от меня козлову что недавно посетила наш край одна прелесть которая небесно поет его венецианскую ночь я обещал известить о том милого вдохновленного слепца жаль что он не увидит ее но пусть вообразит себе ее красоту и задушевность по крайней мере дай бог ему ее слышит в этом письме речь идет о романсе михаил иван сеглинки венецианская ночь стихи байрона переведены на русский язык слепым поэтом другом пушкина иваном иванович козловым а исполнила романс анна петровна керн 8 декабря 1825 года пушкин написал в ригу анне петровне письмо по-французски вот такой его период перевод никак не ожидал чародейка и что вы вспомните обо мне от всей души благодарю вас за это байрон получил в моих глазах новую прелесть все его героини примут в моем воображении черты забыть которые невозможно вас буду я видеть в образах глинары лейлы идеал самого байрона не мог быть божественнее вас именно вас посылает мне всякий раз судьба дабы усладить мое уединение находясь ссылки в михайловском пушкин продолжает читать произведения байрона имена английского поэта и его героя все чаще встречаются переписки и произведениях александра сергеевича так например в романе евгений онегин этих имен повторяется и встречается больше десяти именно творчество байрона дало толчок изучению пушкином английского языка что помогло гениальному поэту познакомиться с английской литературой и по достоинству оценить ее из воспоминаний современников известно что он начал изучать английский язык самостоятельно во время южной ссылки когда пушкин начал читать шекспира в присутствии захара чернышева знавшего английский язык как свой родной тот расхохотался ты скажи прежде на каком языке читаешь расхохотался в свою очередь и пушкин объяснил что он выучился по-английски самоучкой а потому читает английскую грамоту как латинскую но дело в том что чернышев нашел его перевод совершенно правильно и понимание языка безукоризненным цитаты из произведений английских писателей отдельные слова и выражения английском языке органично входили в ткань многих произведений александра сергеевича например в романе евгений онегин строчки острижен по последней моде как дэнди лондонской одет и наконец увидел свет дэнди щега франк пушкин как и байрон был великим певцом свободы поэт могучей силой своего гениального дарования а воодушевлял лучших людей россии на борьбу в нищей убогой и порабощенной россии люди всем сердцем воспринимали вольные призывы молодого поэта за которые император александр первые и выслал его из петербурга четыре года скитался пушкин по югу россии два года жив в ссылке в михайловском 27 января 1837 года александр сергеевич пушкин был смертельно ранен на дуэли и и через 46 часов скончался ему было 37 смертью своего поэта россия восприняла как величайшее народное горе михаил юрьевич лермонтов откликнулся на трагическую гибель пушкина стихотворением смерти поэта погиб поэт невольник чести пал оклеветанной молвой свинцом в груди и жажды мести поникнув гордой головой не вынесла душа поэта позор и мелочных обид восстал он против мнений света один как прежде и убит так закончился земной путь двух современников двух гениев которые никогда не встречались но в их творчестве отразилась одна и та же эпоха хотя каждый изображал ее по-своему 1830 году пушкин статье опровержение критики писал о байроне эти слова по праву по праву можно отнести и к самому александру сергеевичу пушкину он написал какое пламенное создание какая широкая и быстрая кисть два гения два современника пушкин и байрон спасибо за внимание до новых встреч